Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все брат, сёстры, христе и все люди на земле. Всем желаю радости, веселья, всякого-всякого блага и добра в жизни вашей, в души ваши, в дома ваши, чтобы всё у вас было хорошо. Я хотел ролик записать на тему «Ты не одинок». Я уж что-то не помню. Я пометил себе тему, а с чем она у меня ассоциировалась, только кто-то что-то написал или что-то смотрел, уже не помню. Ну, не суть, важно. Я, знаете, ну, хотя жалко, что я не помню, почему я эту тему. Я ролик пометил. Я когда какую-то хочу ролик записать, я говорю, мне приходит мысль о том, что я вижу. Я обычно уже сразу стараюсь придумать название, чтобы оно было говорящее, чтобы оно и мне напомнило, о чём я хочу сказать. Ну, и другим было понятно, да, зрителям, слушателям. Ну, я вот что-то не помню, откуда я это взял, но не суть. А, конечно, тему-то я понимаю, какую я хочу раскрыть. Это вот по поводу тоже. Ну, мне просто, знаете, сейчас я живу в Воронеже опять, большой город. Иногда встречаюсь с кем-то, ну, как называют, мирскими, да, людьми, какими-то старыми знакомыми, друзьями тоже, получается, где-то. У кого-то есть перемены большие в жизни, маленькие, кто-то даже вот в сторону истины обращается, начинает задумываться. Сейчас мне такие, все знают, естественно, меня, чем я занимаюсь, мои изменения в жизни, когда-то происшедшие. У меня всё в соцсетях открыто. И кто-то, я говорю, мне из старых даже звонит. В принципе, я, наверное, тут тоже с одной старой знакомой пообщались, как-то недавно встретились случайно. И вот у неё тоже в этом плане в духовном перемены. И она, как бы, тоже мне говорила, что вот, ну, и уже не один раз. И сейчас очень много, я говорю, так как я общаюсь с людьми, всё-таки не... Ну, я даже не знаю, как их назвать, потому что дело даже не в религии, да. Дело в том, что люди живут обычной жизнью зачастую, да. Ни к чему себя никакой, какой-то действительно то же самое христианство. Это всё-таки мировоззрение, да. Это убеждение, общеизвестное достаточно. То есть можно найти себе каких-то людей. А этим людям тяжело. Они вот, как бы... Это и христианам тяжело, сейчас мы дойдём и до этой темы. А уж тем более, когда человек только становится на этот путь истины, там, может быть, слышит тоненькое или лёгкое веяние голоса Божьего в сердце своём, да. И, конечно, им не с кем не поговорить, ничего, где найти этих людей, да. Те люди, которые нас обычно раньше окружали и нас устраивали, и мы их, когда мы начинаем меняться, мы, естественно, начинаем расходиться, потому что мы не устраиваем их, а не нас. У нас меняются интересы, да. Кто-то, кто давно меня смотрит, конечно, помнит. Я вот часто говорил, есть такой фильм с Эдвардом Сноуденом, Сноуденом, ой, с Эдвардом Нортоном, Сноуденом, говорю. Эдвард Нортон, Американская история Икс. Он там играет с Кингхеда, который убивает там, ну, противоположную банду, состоящую из афроамериканцев. И он там несколько человек убивает. Ну, они на него там нападают, он на них, неважно. Он их убивает и его сажают в тюрьму, да. Я когда-то рассказывал, я говорю, ну, видео это показать невозможно, ролик просто могут за авторские права заблокировать. Поэтому, ну, я могу вам фотки показать. Я как-то рассказывал об этом моменте. Вот то, что вы видите, картинку, это скриншот, в принципе, из фильма. Ну, я его просто в Яндексе нашел, даже не из фильма сам вырезал. Но смысл в этом, да. Я рассказывал, вы знаете, мне на всю жизнь он запомнился, такой вот образ, да. В чем суть, да. Вот он попадает в тюрьму, он сам скинхед, белокожий человек, ненавистник всех остальных, кроме белых. Естественно, попадает, он такой в майке там выходит. Ну, первый, второй день. Ну, в тюрьме не выжить одному, да. Надо какой-то кому-то прильнуть. Тем более, вот именно с такими убеждениями. И он, ну, на заднем плане видно, это типа такого спортзала уличного. Он туда подходит, там никого нет, так немножко позанимался, что-то там штангу потягал. И он понимает, во-первых, ну, естественно, все знают, за что человек садится обычно, все это узнают, да. Понятно, что он сел за убийство чернокожего, тем более, причем из именно расовой не, как это называют, да, ненависти. Так, наверное, правильно выразиться. И, ну, там как бы идут его мысли, да, ну, автор, ну, понятно, закадровый голос, то есть озвучивает мысли актера, героя. Ну, тут герой ему не назвать, в смысле геройки киноленты, да. И он как бы думает, что делать-то, да. Он говорит, конечно, мне надо открыться, и я найду, конечно же, появятся сразу враги, но я найду и своих. Вот этот образ его, мне почему-то, я его очень часто приводил, кто смотрел этот фильм, я говорю, знает, кто нет. Но я особо не рекомендую, одно дело, я бывает, кто слышал, рекомендую какой-нибудь фильм там посмотреть. Такой фильм, конечно, я не могу рекомендовать к просмотру, особенно, не знаю, может, там женщинам, не знаю. Фильм про эры скинхедов такой. Но он такой снят, он голливудский, он поэтому нормально снят, в том плане, там нет какого-то, знаете, чернухи, что-то такое, художественное. Ну, понятно, он о таких вещах, о злых, о всём этом, да. Вот. Ну, я вот рассказываю, мне просто почему-то, я говорю, хочется делиться тем, что у меня есть, мы к этому, в общем-то, сегодня и придём. Это и тема открытая. И он берёт и снимает майку. Ну, и как вы видите на экране, я поэтому не просто так эту фотку показываю, он весь в татухах, ну, весь не весь, но достаточно, и уж начиная с того, что у него свастика на полгруди. Ну, понятно, это его неродные татуировки, он актёр, ему это всё нарисовали, там у него колючая проволока по рукам, там ещё что-то на спине, неважно. Ну, сама свастика уже обо всём говорит, да. Он снимает майку, да, и на него тут не видно, хотя видно вот по скриншоту, что как раз кадр удачно взяли, я говорю, я не сам его вырезал, просто так в Яндексе загуглил, и какие-то фотки вышли, я этот момент знаю. Это как раз когда он видит, что на него начинает идти банда афроамериканцев, да, ну, по-русски неграх, там как угодно называйте, чернокожих, и они на него начинают двигаться. И он понимает, ну, сейчас ему, конечно, крышка за убийство, он двоих, по-моему, или одного, я не помню, убил, да, вот. Но они его не трогают, вот он мимо, он начинает, ну, сам нарываться не будь, естественно, он так мимо начинает уходить с этой площадки, они типа на эту площадку идут заниматься, вот как раз этот кадр на том, он на них смотрит, они мимо идут, там, банда, человек шесть, или там сколько, я не помню. И как раз я второй кадр хотел показать, а как раз вот на другой стороне там сидят такие же скинхеды, белокожие, но дело не в том, что они белокожие, что они еще и именно тоже приверженцы этих убеждений, да, ненависти ко всем, кто не белокожий, не этой крови, да. И они его, естественно, замечают, там целая тоже банда сидит, их там много, они его сразу увидели, ну, там они ему помахали рукой, иди сюда, и он к ним подходит, ну, и они его, естественно, принимают. Ну, вот я вкратце рассказал, да, какими-то скриншотами даже показал, вот, ну, сам фильм, понятно, там нечего хорошего взять и поклоняться, но, знаете, вот бывают такие образы сильные, мне вот почему-то он на всю жизнь, я не раз его вспоминал, а теперь вы будете еще более убеждены, а может и фильм посмотрите, ну, я, там уж прямо такого нет ничего, чего бы, я не знаю, ну, понятно, святым людям зачем его смотреть, ну, не знаю, вот, мне он запался, запал в душу, особенно вот этот момент, когда про речь идет о какой-то вот открытости, что ли, почему-то всегда у меня этот фильм, этот сюжет, в частности, всплывает в голове, и вот я то же самое, знаете, живу, ну, я живу именно по этому принципу, вот как вот в этом грубо говоря фильме, да, да, понятно, ты открываешься, да, понятно, многие вот удивляются, кто-то восхищается, кто-то просто одобряет, кто-то, кто-то, наоборот, вот именно хайд даже, даже это мою открытость такую, а я действительно такой, я простой, открытый человек, да, тебе плюют в душу, да, ты находишь врагов, да, тебя жалят, да, тебя бьют, да, в тебя плюют, но при этом я вот говорю, хоть я иногда так как бы плачусь и жалюсь, но это я так, на самом деле, конечно, вот даже возьмем христианство, вот этот путь мой, кто его знает, да, 10 лет христианства, 5 лет более-менее такой открытости, 3 года уже проповеди, после того, так скажем, пятилетнего пещерного покаяния, и вот, наверное, другая пятилетка прошла по-другому, 3 года уже в ютубе, даже больше там проповеди, и, конечно, я нашел своих, я говорю, у меня мы 10 человек почти, там нас иногда меняется больше-меньше, в телеграмме мы в группе, всегда на связи, общаемся, там, переписываемся, и радуемся вместе, и плачем, вот, понятно, мы все далеко, это интернет, никого ли там лично я в глаза не видел, потому что все мы с разных стран, с разных городов, если даже в России, вот, ну, может быть, Господь привидит, увидимся, вот, ну, так, конечно, и вот мы просто общаемся, да, ну, это очень много, я это очень ценю, всеми ими очень дорожу, всех очень люблю, да, все, что могу, тоже стараюсь для них делать, и они для меня тоже очень много делают, они для меня все от рада, и души, и тела, да, потому что, я говорю, мы не забываем ни о чем, вот, любая помощь, какая нужна, душевная, духовная, телесная, мы все друг другу помогаем, пусть в этой группе далеко не все, я сам туда не всех приглашаю далеко, вот, но у меня, наверное, не знаю, человек 20, с кем тоже у меня теплые личные отношения, в личной переписке, скайп, то есть, аудио, видео, общение, это, наверное, человек 20, как минимум, я не считаю, по пальцам, тем более, кто-то уходит, кто-то просто на время пропадает, кого-то свои какие-то дела, поэтому, я говорю, эти цифры все плавают, но так ориентировочно, можно их так обозначить, вот, при этом, как мне многие пишут, и очень редко, действительно, человек может один раз, мне когда-то появился, просто написал, и пропал, у меня даже порой и ассоциаций с ним уже нету, но мне такое действительно часто писали, тоже достаточно, я говорю, сегодня ролик хочу посвятить, действительно, я частенько жалуюсь, наверное, я как раз хочу сегодня более светло так сказать, что, конечно же, у меня тоже много поддержки, и неоднократно мне писали, просто, к сожалению, как я вам рассказывал, бывает, знаете, человек откроется тебе, там тоже напишет, ой, как я рад, там увидел, нашел, слушаю, и через полгода, причем никаких промежуточных сообщений, через полгода появляется, уже пишет, что я самое зло на земле, какое только может быть, вот, почему я и говорю, что я тоже давно водорос, я эту фразу Пушкина часто вспоминал, и по большей части, все-таки, вот как говорится, хоть меня тычут, за это я, одно дело чужие мысли, и просто их пересказать, даже их извергать своими устами, а другое дело пережить, опытом это, и говорить их уже, как свои собственные слова, и вот действительно, Пушкин и хорошие вещи говорил, а он был известным человеком, и чувствуется, что эта фраза его, знаете, это опыт жизни, это не просто красивые слова, его дар отписания, которым он обладал, хвалу и клевету, приемлю равнодушно, он говорил, а уж он, понятно, как любой публичный, известный, Пушкин был известным, богатым человеком, популярным, то есть, уж понятно, он тоже всего хлебал, и аплодисментов, и пальмовых веточек, и, конечно же, поругания, плеваний, все ему доставалось, и вот видно, что от опыта, от всего сердца, и я с этим полностью согласен, если тоже, я сначала говорил это, как-то больше, как понимая это, знаете, умом, да, мне нравилось, конечно, так пожив, пообщавшись, набравшись определенного опыта, уже говорю, как от себя, да, хвалу и клевету, приемлю равнодушно, в том плане, конечно, и я понимаю, о чем говорил Пушкин, не в смысле, что тебе неприятно похвала, и тебе все равно, что там и тебе пишут, я говорю, тебе все равно этих людей, нет, в том плане, что ты действительно, ты не возносишься, когда тебя хвалят, благодарят, и ты не падаешь, не отчаиваешься, не расстраиваешься, не горюешь, когда тебя поносит, да, и плюс ты не очаровываешься, есть очень хорошие, мы почему очень часто разочаровываемся, И кто вдумается в смысл, у нас разочарование от чего? От очарования. Мы очень часто что-то думаем о человеке, чего нету. Что обо мне, то же самое. Сначала сам себе что-то нарисую, потом видят, что я не соответствую просто их ожиданиям. Да? И разочаровываются. Ну, я же не такой, какой я у вас в голове. Я такой, какой я есть. Вот. И я тоже, ну, это и, кстати, у меня такая же беда, как я такой же человек из крови и плоти. Да, я тоже вот там напишут, я сразу проникаюсь, думаю, ой, у меня в образе рисуется какой-то хороший человек, исповедующий только любовь там. Да, а потом вот именно, оказывается, совсем не так. Ну, написал он что-то раз. Поэтому я пока действительно с людьми близкими. И плюс, я говорю, даже, кстати, в этом близком общении, кто там в группе Телеграм, и там тоже некоторые отвалились, вы знаете. И это очень больно и неприятно было все. Потому что ты понимаешь, как столько лет тоже, мы там уже больше трех, ну, около трех лет, можно сказать. Ну, в группе у нас, так скажем, недавно день рождения было, потому что я создал в WhatsApp, и тогда у меня скриншот просто остался 19 сентября. Я сделал этот скриншот, и я почему-то тогда прям, почему-то мне захотелось удивительно, и я сделал этот скриншот. Ну, может, не в день создания, а потом, но можно было долистать, и там видно, как первое сообщение, первые добавленные братья и сестры были 19 сентября. У нас вот два года было. Ну, плюс мы, конечно, до этого уже общались в личке со мной, все как бы переписывались, мы по скайпу созванивались. И потом я решил эту группу первый раз сделать, уже такую. Ну, я еще когда-то вышел, кто помнит, я этим мессенджерами-то особо не пользовался, вообще, точнее, не пользовался. Я смартфон-то тогда купил ради камеры, чтобы записывать. Потом стал обратно, так скажем, в мир возвращаться уже. Вот, ну, в хорошем смысле слова, да. Вот у нас сегодня рождение было, как бы, и далеко не все там, кто с нами от начала был. Многие приходили, уходили, я говорю, и даже вот кто из близких в эту группу, у нас она называется Тело Христово, да, есть кто и оттуда отвалился, хотя там были самые близкие, с некоторыми по нескольку лет общались очень глубоко, чуть ли там не клялись, божились в дружбе, я говорю, оказывается, получается, пустые слова. Вот, тоже было такое разочарование, и все, как всегда. Поэтому я говорю, опыта в этом плане тоже поднабрался в теле Христовом, так скажем, что это такое, церковь, вот, раз у нас было, вот именно прошли мы там тоже много, огонь, воду, медные трубы, так скажем, можно сказать, ссоры, да, какие-то разногласия, недопонимания, вот. Но вот до сих пор у нас там, я говорю, есть костяк, который очень долго. И вот по поводу, вот, теперь этой открытости, хочу сказать, тоже, вот, когда, говорю, мне кто-то плачется, жалится, или просто я вот их слушаю, ну, в принципе, да, можно сказать, человек, как бы, жалуется на это, да, ну, или, как бы, вот, он говорит, что хотел бы, вот, найти людей своих, вот. А как ты найдешь своих, я вот, как бы, кому так могу, прямо сказать, кого-то не хочу там ранить, да. Ну, как ты найдешь своих, если ты, вот, я почему не зря все это, я этот фильм показал, эту мысль, которая, понятно, там, актер играет роль плохиша, понятно, вот, ну, как я вам всегда привожу пример, что сам Иисус сказал, что книжник научно-небесному царству, то есть любви, свободе и бессмертию, из всего, излечивает пользу. И я вот из этого сюжета, несмотря на плохиша героя, ну, роль этого, как и описано, хотя, по-моему, там даже на реальных событиях, что ли, фильм. Вот. Мысль у нее была правильная, да, я открывшись, я найду, понятно, врагов наживу сразу же, но я и действительно найду своих. И вот как мы найдем своих, не открывшись? Живой жизненный пример, как я всегда их стараюсь переводить, ну, вот, семья, да, муж-жена. Ну, разве между мужем и женой может быть тайной? Все открыто, мы все друг про друга знаем. Люди спят в одной кровати, едят из одной миски, грубо говоря, да, на один туалет, грубо говоря, действительно ходят. Ну, понятно, в доме, может быть, несколько туалетов у богатых, там, еще что-то. Ну, смысл вы понимаете, да. Возьмите сам вообще символ любви, дружбы, мужчины и женщины, родителей детей. Как говорят, чем открытие, да, вот как родители по идее говорят, ну, что ты от меня скрываешь ребенку, да, чего там у тебя за тайны? Если у тебя ребенок все расскажет, вы и сразу сближаетесь. То есть, открытое сближение – это естественно. Это и есть любовь, это и есть единство. Это значит открытость. Это не бояться сказать друг друга. Я всегда поражался, да, на отношениях многих я. Ну, у самого, конечно, жизнь была, но и с другими ты общаешься. Я жанализирую жизнь других, кого вижу. И неважно, кстати, порой даже это действительно кинофильм или выдуманная история. Но любая выдуманная история может иметь место быть и в реальности. И я вот знаю, у меня там такие вещи рассказывали, мне даже не верилось. Как это можно не знать, там, где жена там работает. Думаешь, как такое может быть-то? Как это может быть? Чем занимается там, да? Вот, про детей, да, дети всегда в основном скрывают. А как не скрывать, а мы готовы принять их? Мы же, они нам что не скажут, мы сразу их долбить будем. Как вот и у нас в теле Христовом, в христианстве, всех религий и сект. Ничего сказать невозможно. Тебе сразу, я говорю, люди почему боятся открываться? А что ты не скажешь? Почему они в церкви, я к чему сейчас вот подвожу-то, почему люди-то молчат? Да ты скажешь, тебя сразу заклюют, тебя задолбят. Ты вопрос задашь, даже не то, что уже свое мнение. Ты просто скромненько задашь вопрос, который у тебя действительно на сердце, что ты не понимаешь, тебя что-то смущает. В учении, в религии, в секте, в Библии непонятно, в окружении что-то видишь. Ты что, они знают, вопрос задашь, все, будешь в немилости до конца жизни. Как там может быть единство? Какая любовь там может быть? Как ты найдешь своих, как ты сам будешь счастлив, как ты сделаешь счастливым людей вокруг себя? Никак и никогда. Да, за открытость приходится страдать, но при этом ты и найдешь своих. Это безусловно. Во что бы ты ни верил, что бы ты ни испавил, как ты ни мыслил, земля круглая, люди одинаковые, ты найдешь своих. Почему я говорю, в принципе, не бойтесь быть откровенными, каким бы вы ни были. Не бойтесь потерять тех людей, которые не согласны с вами. Вы все равно не будете с ними счастливы. Они все равно вас никогда не поймут, вы не поймете их. Если ты меняешься, человек от тебя только отваливается, только потому, что ты сегодня что-то другое вдруг сказал, у тебя мировоззрение поменялось. Этот человек, значит, не понимает сути истины. Нет тут именно фундамента любви. Мы можем исповедовать все, что угодно. Мы что, не можем за одним столом поесть? Можем. Я говорю, все, кто вот это кладут, особенно если это берут из Ибо написанное или еще чего-нибудь, если это не в сердце, потому что один фундамент есть в жизни – любовь. Иисус ел с мытарями и грешниками. Он не ел только с теми, которые не хотели с ним есть. Он бы ел со всеми, со всякими еретиками. Я всем всегда напоминаю прощальный ужин. Там кто сидел? Петр, Иуда и другие прочие, которые разбежались. Мы что, этого не помним? И он их кормил. Кормил, ноги им умывал. Кормил и поил. Все для них делал. Разве не так? Так. Поэтому, конечно, да, вот открытость. Мне говорят, ой, ты такой вот, ты не боишься там. Да, ну а что? Я хочу быть счастливым. Я хочу другим счастье дарить. Ну что? Ну, приходится страдать. Да, ну зато я нахожу действительно своих. Это действительно так. Вот. Поэтому открытость это дает, да. Вы знаете, какой смысл жить с открытым ртом? Я говорю, если ты не можешь сказать. Я вот не боюсь. Я с вами делюсь. Действительно, мой канал, но это наше собрание. Мне говорят, у тебя церкви нет. Да, у меня есть церковь. Вот мои братья и сестры. Я говорю, и близко мы общаемся с некоторыми. Да даже этот канал, это наша церковь. Это наше собрание. Мы все здесь собираемся. Да, я единственное говорил, это мой дом. Потому что в этот раз вы ко мне в гости пришли, как в первой церкви, собирались по домам. Сегодня не у пастыря какого-то, не у которого может кого-то выгнать. Сегодня вы ко мне пришли, завтра его на другой канал пошли, посмотрели, с ним посидели, хлеба вкусили, небесного, вина попили, небесного, царственного. Пожалуйста, поели, сказали спасибо. Я говорю, вот это мой просто дом. Вы же ко мне в дом пришли. Но это наше собрание. Это не мое. Я у вас не начальник, не генерал, не учитель, если вы меня не почитаете учителем. Иисус приходил в любой дом, где его звали. Ученики считали его учителем. Сами его называли, потому что учились у него. Тот не учится, но пригласил, хотел послушать. Там фарисеевы помню. Иисус приходил. Также я говорю, есть кто у меня учится. Это не я себя. А то, говорю, писание вообще не понимает. Вырывают там слова. Не называйтесь учителями. Я никому не называюсь. Я не говорю, я твой учитель. Я, ты должен назвать меня учителем. То есть не называйтесь сами. А из тебя говорит. Его тогда ученики, почему он ни одного ученика не приткнул, когда он ему обращался. Учитель. Никогда. Говорю, надо же вдуматься в смысл слов. Иисус сказал, сам не называйся перед тем, кто не хочет тебя таким считать и не считает. Тогда с ним беседы хочешь на равных. Но его приглашал фарисей. Хотел у него что-то спросить, узнать. Он приходил. Пожалуйста, на канале могут разные люди собираться. Я не претендую. Ты можешь быть православным, протестантом. Но ты пришел ко мне в дом послушать, что я говорю. Пожалуйста, будь любезен, веди себя прилично. Когда я говорю, даже протестанты, и вот это исповедуют. Ты говоришь, да, я протестант, но я что-то тогда заводишься. Если ты убежден, даже будучи протестантом, что все-таки не одной верой спасаешься, а надо все-таки в любви совершенствоваться, тебя тогда и задевать не будет. Ты будешь меня спокойно слушать. Потому что Иисус говорил, за что фарисеи плохи, за что законники плохи, за что книжники. Не просто говорил, все книжники в аду будут гореть. Но горе вам, который то-то и то-то, то-то и то-то. Ну, тогда отойдя от Иисуса, если тебе не устраивает такие речи. Я смотрю, как делал Иисус, и стараюсь поступать так же. И открытость – это здорово. Это здорово. Я сам говорю все, что хочу. Я говорю, пожалуйста, ты можешь со мной не согласен быть. Я призываю к живому общению. Давайте поактивнее в комментариях. Любые свои эмоции. Понравилось, не понравилось. Да, нет, я не так думаю. Я спокойно реагирую. Ну, может, кому-то кажется, иногда я так эмоционально. Ну, и вы. Мне тоже комментарии ваши читаю, не согласны. Это же внутри, конечно, сразу. Мы сразу вот так становимся. Потому что ты уже, ты пишешь что-то. Да, но это не злоба никакая. Ну, я понимаю, ты вот так считаешь. Даже вот ты считаешь, что не надо говорить, что православные и протестанты не такие. Ну, и ты считаешь. А я вижу по-другому. Можешь сказать так. Мы можем до конца жизни так с тобой общаться. При этом мы все равно можем найти общий язык. Поесть и попить в реальной жизни вместе, да? Я поэтому даже на своем канале. Пожалуйста, вам свобода. Вы можете писать, высказываться. Я говорю, ну, пожалуйста. А где вы так можете? Я говорю, у нас во что? Что вот эти превратили? Все по палочке. Возьмите службы. Там православные богослужения. Они протестантские собрания. Все. Пришел, как заведенные часы. Там все по палочке, по расписанию. Послушать пастыря. Туда-сюда. Десятину собрали. Разбежались. Православное там это богослужение. Исповедь, причастие. Все. Расходимся по домам. Молебен там что-то поем. Все. Никакой жизни живой. Вот. Кто вам огородит? Слово вы скажете. Вы сразу в немилости будьте. Вот. И поэтому бояться не стоит. Будь открытым. Ты найдешь своих. Да. Кто-то от тебя тречется. Кто-то от тебя отвалится. Ну, ты всегда будешь счастлив. Потому что всегда найдутся твои. Вот. А как без откровенности? А ты будешь зажатый. Ты вообще будешь... Вот ты закроешься. Думаешь. О, ну не буду. Вот так вот. Может кто-нибудь. Пока не увижу кого-нибудь. И ты такой. И так все вот мы сидим зажатенькие. Да будь собой. Кем бы ты сегодня не был на сегодня. Ты просто будь собой. Вот. И все. Будь открытым. Я говорю. В том же самом интернете. Вот именно. Ни фотки. Ни фамилии. Ни имя. Ничего чем живет. Ни поста. Ни видео. Ничего. Вот заходишь на него. Он тебе в друзья стучит. Заходишь. И непонятно что за человек. Какая-то аватарка какого-то животного. Мифического. Ни фамилии. Ни имя. Нигде живет. Ничего нет. На стене ничего нет. Или какой-то полу ужас. И ты думаешь вообще. А что из этого. Какой должен вывод сделать о человеке. Не знаю. Мне кажется христианин. Я говорю. Можно даром слова не обладать. Но вы знаете. Действительно. На своей страничке. Но у меня просто полно роликов. Я не делаю там закрепленную запись какую-то. Вы же знаете. Отдельно у меня плейлисты есть о себе. Вот. Я просто пробовал. Это неправильно. Там людям надо кашу. Ты ничего не добавляешь. Когда верхняя запись закрепленная. Особенности ролики всегда похожи. Не знаю. Мне кажется христианин сейчас особенно. Мы все прям. Ой. За Христа пострадать. Ой. Там исповедничество. Ой. Сейчас там гонение. Да ты хоть выложи на страничке у себя. Просто 2 минуты. Сейчас смартфон есть у каждого. Хорошее качество у них у всех. Достаточно хорошее. У любого. Видео, аудиозвук. В спокойной вот комнате. На улице идеально можно записать. Ну в ванной комнате. Только не пишите. Там будет да. Как в унитазе. Эхом отдавать. Улица даже лучше. Там акустика. Потому что волны улетают. А обратно ничего не попадает. В комнате нормальная акустика. Записать свои свидетельства. Я христианин. Я верую. Кратко об Иисусе. Евангелие. 2-3 минуты. Пусть этот ролик будет. Кто ты. А лучше вообще. Если у вас реальная история была. Как вы покались. Может быть у вас были откровения. Вот как у меня. Мне сколько рассказывают люди. Реально. И сильные христиане. Так скажем. Твердые стащат. Кому Господь вообще открывался. Конечно. Светом. Любовью. Мне что только не рассказывали. Все как у меня. То же самое. Очень много. Какие чудеса происходящие. Да можно я говорю ролик записать. Ну на 5-10 минут. Засвидетельствовать. Как пришел. Когда. Сколько веру. Что изменилось там. Это и друзьям твоим будет. И родственникам. И кто будет на твою страничку попадать. Еще когда ты где-то там общаешься. Какие мы тогда христиане. Господь говорит. Идите проповедуйте. Это в принципе всем сказано. Нашей жизнью светить. Ничего мы не делаем. Кто тебе. Причем ты. В интернете. Да твое тело не доберутся. До духа твоего. Да. Когда долбят. Ну можно уж совсем каких-то людей. Неадекватных. Бесноватых. Вот именно блокировать. Банить. Сейчас можно в любой соцсети. В телефоне. Черный список. Все можно. Никто тебя уж там ну раз ужалит. Два ужалит. Как раз поучишься. Действительно пострадаешь за Христа. И все. Будешь открыт. Кто так делает. Я говорю. Никто не делает. При этом хотим найти друзей. Единомышленников. Вот. Притыкаем вечно чужую свободу. Я говорю. Сами не имеем. Сами не свободны. Сами этой свободы не имеем. И других затыкаем. Мало ли чего на сердце даже у христианина. Вот именно. Он в себе держит. Держит. Сколько-то хитож примеров. И все. И потом взрывается. Уходит вообще от христианства. Еще куда-то. Ну понятно. Есть кто и не держит. Разные случаи. Я просто говорю сейчас о конкретных. Это что же. Так. И этот случай отдельно надо лечить. У того свои лекарства. Так скажем. Вот. А здесь конечно что. Мы даже пообщаться. Поговорить ни с кем не можем. Ну а говорю. А что мы виним. А что мы делаем ради этого. Мы всегда всех вокруг виним. Сатана плохой. Люди плохие. И Бог который их терпит. На этой земле создал. И вокруг меня их терпит. Которых давно пора навертили в аду. Вертеть. И жарить. Корочкой румяной. Что мы вот делаем. Ничего. Поэтому по сути мы в своем одиночестве виноваты сами. В душевном. Не важно в принципе. Я говорю. Я сейчас вот общаться стал с миром. Так скажем. Не христиане. Стараюсь со всеми общаться. Сейчас свидетельствовать. Вживую встречаться. Кто со мной хочет. Потому что это. Многие не смотрят. Даже мои там друзья меня. Но вживую. Я встречаюсь. Что в ближний раз. Что-то там. Десять копеечек об Иисусе вставить. Вот. О своей жизни. Все все равно знают. Вот. Это же моя жизнь. В любом случае. Как живешь. Что делаешь. Я говорю. Живу. Пишу ролики. Об Иисусе. Там. О истине. О любви. О добре. Там. Вот. То есть. Хоть как-то это треснет. По-любому скажешь. Там. Какие поступки обсуждаем. Чего там. Что на неделе произошло. И ты где-нибудь свое христианское мирозавление все равно вкручиваешь. Вот так вот. Поэтому я говорю. Мы. Мы одиноки. Мы на самом деле не одиноки. Мы просто сами. Одиноки в себе. Мы сами закрылись. И виним всех вокруг. Да вы просто откройтесь. Будьте собой. И вы увидите. Я говорю. Конечно. Сразу готовьтесь. Что. Естественно. Вы. Получите. Достойное. По делам своим. Вот. Конечно же. Объявится много нехороших людей. Ад сразу восстанет на вас. Но. Господь. И пошлет. Своих. И укажет своих. Вот. Так что. Это вот мой совет. Тем. Кто. И пример. Вы знаете. В себе. Да вы откройтесь. И все. Нормальных людей. Вы не потеряете. В кругу ваших друзей. Родственников. Кто адекватный. Они с вами останутся. Неадекватные. Ну. А что вы. Имеете. Имея их вокруг собой. Вы так знаете. Что это люди далеко неадекватные. Вот именно. Вот. Так что. Вот так вот. Я говорю. Вы знаете. Вот. Я сам. Многие проповеди. Сейчас опять так немножко стал. Подсматривать. Послушать. Но все на страхе. Но все на страхе. Даже из Иисуса страха делают. Не будешь заповедь. Будешь вадуга. Не будешь вадуга. Ну. Почему. Потому что Иисус пошел. Как будто Иисус ад на землю принес. Ты сам будешь счастливым. Ты сам. Ты сам исповедуешь любовь. Вокруг тебя такие же люди будут. Ты будешь счастлив. Ты проповедуешь. Чтобы самому стать счастливым. Ты найдешь настоящих. Искренних. Я говорю. Не просто это даже друзья. Это братья тебе будут. Сестры. Матери. Отцы. Дети твои. Ты сам обретешь счастье. Я говорю. Они тебе будут осчастливливить во всем. И в духе. Когда нужно слово сказать. И в душе. Когда мы просто там что-нибудь смеемся. Это же душа радуется. Да. Просто веселимся. Там что-нибудь хохмим. Вот. Или плачем. И тело. Все они тебе порадуют. Поддержат. Я говорю. Плохо. Будет тяжело. Финансово. Еще что-то. Всегда помогут. Не оставят. Никогда. Вот. Поэтому. Все от вас. Все в ваших руках. Вот. Жаловаться на одиночество. Непонимание. Мы ничего не делаем для этого. Ничего. Я говорю. Начните со своих соцсетей. И не чужие эти постики. Я говорю. Мне тычут с этим я. Я пытаюсь показать людям. Я говорю. Почитайте Евангелие от Ана. Там я. Иисус. Чуть ли не через речь свою употребляет. Я реально. Мне один раз просто указала. Еще сестра в нашей, кстати, группе в теле. И я ей помню это впервые показал. Но она просто из православных была. Она меня этим тоже. И начала мне тыкать. Я ей показал тогда. Мы с ней вместе сели тогда по скайпу. И по-моему. Или как там было. Я уж не помню. И мы на этот предмет. Я говорю. Обратив внимание на Евангелие от Аны. Иисус говорит. Я. 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 И вы узрите меня. Это личный пример. Это там, где он сказал, что я вам пример даю. Я пример вам даю. Там это слово я постоянно. Апостолы. Я. Я. Павел говорит. Я такой. Будьте такими, как я. А я, как Христос. Я вам пример в живой показываю того, кто жил тогда. И мы теперь его ученики. Такими становимся. И мы вам даем пример. Живой. Да, он есть в Писании. А мы живые камни. Живые Христы. Мы должны такими стать и такими светить. Поэтому это очень важно. Станьте такими, откройтесь и все будет хорошо. Именно вы, вы. А там эти чужие постики, еще что-то. Ну, это все хорошо. Красивые фразы. Можно и эти фразы, и картинки. Я не спорю. Все можно и все хорошо. Но и от себя хотя бы чуть-чуть-то надо пять копеечек. Чего-то вкрутить-то. Аудио, видео, картинка, фото, общение. И надо самим возрастать. Я вот, кстати, я говорю, я тоже, понятно, я тоже предлагаю, пожалуйста, делитесь там роликами с кому-то, считаете, это поможет. Вот даже этим в частности, да. Ну, потом-то вы должны сами так говорить. Вы должны, по идее бы, мне бы даже это не надо было. Вы научились. Идите сами научите. Христос сказал, сотворите и научите. Вот сделай. Вот ты меня послушал, ты меня знаешь. Ты не говори, ой, вон, глянь, как он красиво говорит. Ой, надо тебе что-то сделать. Да ты сам сделай. Сам возьми. Услышал мою мысль, вот этот проповедь поговорил. И запиши сам такой ролик, скажи. И скажи вот то, что ты через себя пропусти. Это все как ты. Хотя тебе придется сначала это вживую примером сделать. А потом еще в этот ролик. У тебя должна быть тогда страничка нормально оформленная. И тогда все это делать. И тогда так ролик записать, призвав это делать. Потому что ты сам так делаешь. Вот и тогда у вас, я вам это говорю, желаю от чистого сердца. Потому что я, если честно, я хоть и так поджаливаюсь иногда. Что у меня там, да, долбит, да, колит, да, пишет. Но у меня есть действительно очень сильная, правда, поддержка. И так будет у каждого. И вы будете счастливы от этого. Вот и все сами. Счастливы, радостны, блаженны. Вот так вот. Так что на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам обрести свое тело Христово. Свою семью Христову. Мы, конечно, все его члены. И у него-то одно тело, одна семья. Ну, собрание мы знаем еще из древней первоапостольской церкви. Ранней христианской церкви. Общины. Они собирались по домам в разных городах. Не было никакой обязанности, да, там, собираться всем миром хотя бы раз в год. Нет. Надо жить сегодняшней жизнью рядышком, где тебя окружают близкие по интернету. Не важно как. Вот. Не надо себе там сердце рвать. Что вот мы там должны быть все едины, чуть ли не миллиардным собранием собираться. Сегодня у одного, завтра у другого. Все эти многочисленные какие-то сборища, там, это все бессмысленно. Да я лучше дома с тремя человеками посижу, чем я пойду куда-то, хоть их там 10 тысяч. Я их знать не знаю на этот стадион. Мне там нечего делать. Вот. Я вам желаю обрести настоящую семью, где вы будете открыты, как просто нагота. Вы помните, как прекрасный образ это Адам и Ева. Они были наги и не стыдились. Вот так и у вас будут такие же братья и сестры, матери, отцы, с которыми вы будете наги. Абсолютно ваше тело, тело, не тело, а душа, вернее, будет открыто. И вы ничего не будете бояться, не говорить, ничем делиться. Что у вас на сердце, какие помыслы, какие проблемы, какие радости, наоборот. Вы знаете, кстати, у нас что проблемами боятся поделиться, да? Типа сразу что-то там. Что радостями? Ага, ой, глянь, брат куда-то поехал, я завидую. А тот уже боится поделиться, потому что все позавидуются, скажут, что это он куда-то там колесит. Что это он себе купил там, что-то машину. Мы не умеем радоваться. Ну, над тем, вы знаете, у меня есть ролик «Радуйся с радующимися» и «Плачь с плачь всем». Кому интересно, на канале найдите. Я говорил о том, что мы не умеем радоваться за радующихся. А раз мы не умеем, вокруг нас такие, которые боятся с нами разделить эту радость. Потому что мы вместо того, чтобы разделить, еще плюнем в душу. Вот я желаю вам найти, открыться. И вы найдете, обязательно обретете себе, я говорю, семью, которая будет с вами и радоваться, и плакать. И вы будете нагими сердцами, и не будете стыдиться. И бояться, и стыдиться. Потому что где страх и боязнь, там нет никакой любви. А нет и нет Бога, ибо Бог и есть любовь. Я с вами прощаюсь. Всех обнял, поцеловал. Кому нравятся мои ролики, полезные, назидательные. Считайте, мог принести другим, благо, пользу. Вы знаете, что делать. Все, пока-пока. До встречи в следующем ролике. До встречи в следующем ролике.